Пайкового угля будет решение Государственной Думы. Сегодня вопрос в стадии решения у федеральных депутатов. Будет или нет принят нужный закон, станет известно, скорее всего, в ноябре. Меж тем, местные власти уже третий год всячески пытаются поддержать горняков. А взять и выплатить деньги за предприятие «Банкрот» не имеют права. Сегодня этот вопрос решается в рамках благотворительной помощи со стороны угольных предприятий, находящихся как в республике Хакаси, так и в других, в принципе, субъектах, которые понимают, что эта социальная проблема не вина работников, именно шахт. Это проблема именно тех руководителей, которые руководили этими предприятиями, допустили, довели эти вещи до такой стадии. Меж тем, на бывшего директора одной из шахт Анатолия Петренко и конкурсного управляющего Валерия Тысячного заведены уголовные дела. По мнению правоохранителей, по вине этих управленцев предприятие было обанкрочено без соблюдения всех норм. От этого и пострадали несколько сотен горняков. Константин Кравцов, Владислав Пустовойт, Антон Новожилов. Вести Хакасия. Добавим горняки и власти, чтобы предотвратить в будущем такие спонтанные акции, договорились о том, что бывшие работники угольных предприятий создают общественную организацию «Шахтерская слава Республики Хакасия». Она станет посредником между властью и шахтерами в решении юридических вопросов. К другим темам. Головную боль и слабость почувствовали сегодня многие. Ученые это связывают с достаточно сильной магнитной бурей, которая наблюдается на Солнце в это время. Подобные сообщения появились в СМИ еще накануне, а вот медики говорят, причины эти надуманные. Сегодня мы спросили у тех и у других, почему чувствуем себя плохо. Самая сильная магнитная буря за всю историю науки произошла на Солнце в ноябре 2003-го. Тогда ее энергии могло бы хватить, чтобы снабжать электричеством такой город, как Москва, 200 миллионов лет. То, что сегодня происходит на Солнце, по данным ученых, с активностью десятилетней давности не сравнить, но ощущения все равно не из приятных. Плохое давление шкалит и очень тяжело себя ощущаю. Болит. У меня сердечко болит. И вообще я не могу, когда пью таблетки. Ну я вообще гипертоник, поэтому у меня болит постоянно голова и давление высокое. Поэтому, конечно, это очень плохо. Я стараюсь не обращать на это внимание. Как только будешь считать магнитной бурой, сразу будешь искать себе изменения. Лучше этого не делать. Мнительные люди чувствуют себя плохо от одних сообщений о магнитных бурях, говорят врачи. Как раз в Абаканской скорой вычисляют активность Солнца не хуже ученых. Чувствительные люди обрывают телефоны. Значит, буря. А сегодня тишина. По мнению медиков, причина сегодняшней слабости – перемены погоды. После тепла синоптики обещают первые морозы. Такие природные капризы особой угрозы не несут. Хвататься за аптечку в панике не стоит. Ну, во-первых, нужно выяснить причину, да, нужно хорошо следить за своим давлением. При возможности употреблять какие-то, может быть, при тенденции к пониженному давлению, тонизирующие какие-то настои, тонизирующие препараты. Людям, у которых, наоборот, давление повышенное, здесь я бы советовал сейчас не злоупотреблять какими-то физическими нагрузками. А если здоровье позволяет, то гулять больше на свежем воздухе. Ну, в такие дни решаем, отдыхаем после работы, тихий час себе делаю, пью таблетки, витамин употребляю. О том, влияет ли солнечная активность на самочувствие человека, споры не прекращаются. Противники теории говорят, что магнитные изменения несоизмеримо малы в сравнении с теми перегрузками, которые человек чувствует ежедневно. Это резкое торможение в транспорте, подъемы в лифте и так далее. Оппоненты говорят, более половины людей просто адаптируются и не чувствуют бури, которые идут одна за другой. Это вполне правдоподобно, ведь только в октябре ученые их прогнозируют девять. Наталья Гармашова, Елена Крылова, Антон Новожилов, Владислав Пустовой от Вести Хакасия. В медицинских учреждениях Хакасии началось внедрение универсальных электронных карт. Оборудование для считывания информации о пациенте установлено в рамках программы информатизации здравоохранения. Универсальная электронная карта содержит практически всю информацию о документах ее владельца. Это паспорт, полис обязательного медицинского страхования, пенсионное удостоверение и другие свидетельства. Данные с карты сразу высвечиваются на экране компьютера регистратуры, считывающие устройства, установленные во всех городских и районных поликлиниках Хакасии. Кроме Абакана, но и в республиканском центре пациенты могут обращаться в регистратуру с электронными картами, имея при себе паспорт для подтверждения данных. Это удобно и для пациента, и для регистратора. То есть пациент не берет с собой весь пакет своих документов, полис, паспорт. Он просто берет такую тонкую легкую карту и обращается в регистратору. Для регистратора это удобно тем, что работа упрощается. Нужно делать меньше манипуляций для того, чтобы оформить пациента на прием. Напомним, начиная с 2015 года в стране начнется замена бумажных документов электронными картами. И уже с 2025 года выдачу привычных сегодня паспорта и других свидетельств в бумажном варианте отменят. В Хакасии есть село, которое отличается практически только оппозитивными новостями. Это Доможакова в Устябаканском районе. Деревня неоднократно становилась победителем конкурса. На лучшее поселение в республике его жители умудряются одновременно решать сразу несколько проблем. Сегодня они рассказали, как сами сделали свой поселок самым чистым в районе. Еще и помогли с уборкой мусора соседям. О грамотном сельском менеджменте Виктор Лушников. На субботник Доможакова вышли работники всех бюджетных организаций села. Они убрали листво вокруг своих зданий, на улицах, в парке. Практически это весь центр села. Такие генеральные уборки доможаковцы проводят дважды в год. Вывозят на свалку десятки тонн мусора. На улицах стало заметно чище, как шутят сельчане, практически как в городе. Постоянно убираем территорию, собираем постоянно мусор. Сведим. Каждый на своих рабочих местах убирает. Каждый возле дома убирает. Постоянно у нас чистота. Везде поставили вот эти вот мусорки синего цвета. И мы стараемся поддерживать чистоту. Каждый даже вот возле своего дома убираемся постоянно. И у нас в селе стало намного чище. Специальные контейнеры для мусора приобретены в рамках республиканской программы по утилизации бытовых отходов. На средства республиканского бюджета закуплен и КАМАЗ-мусоросборщик. Причем соседние сельсоветы отказались от спецмашины. Не хотели брать на себя расходы по ее содержанию. В Доможаково решили потратиться и не ошиблись. Расходы на топливо и оплату водителя составляют около 300 тысяч рублей в год. Зато сельский бюджет получает почти полмиллиона по договорам за вывоз мусора из других сел района. Во всем помогает. Ну, как видите, листву возить, чистота, порядок. На сегодняшний день мне очень приятно и отрадно подчеркнуть то, что вокруг территории нет уже таких свалок. Нет ни бумаги, ни полиэтилена, ни бутылок. Ну, вот эти ТБО первые необходимости, так называемые, да. Ну, чисто. Потому что контейнера есть, производится складирование в этих контейнерах и вывозка по мере ее накопления. Доможаковцы не собираются останавливаться на достигнутом и мечтают завоевать звание самого чистого села в Хакасии. И, похоже, для достижения этой цели им осталось совсем немного. Село действительно поражает порядком на улицах. Виктор Лошников, Антон Новожилов, Весть Хакасия. В Абакане подростки ночью ограбили зоомагазин и продуктовый отдел, взломав замки входных дверей. Добычей стали черепахи, волнистые попугаи, хомяки и не только. С прилавков пропали 60 с лишним бутылок алкоголя, две коробки с сигаретами, газированная вода, чай, пять упаковок колбасы. Кассир не досчиталось также выручки – почти 22 тысячи рублей. После ограбления торговых точек школьники пробрались в подвал жилого дома по адресу Дружбы народов. Там устроили пиршество. Попугаи и хомяк, вероятно, не выдержав суеты, сбежали. А вот черепах мальчики после банкета оставили в аквариуме. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными было установлено, что совершили данное преступление пятеро подростков. Сейчас они находятся в полиции вместе со своими родителями и дают признательное показание. Двоим из них грозит уголовная ответственность за кражу, им по 16 лет. А вот трое подростков еще не достигли возраста уголовной ответственности, им по 13 лет. Подростки поставлены на учет в отделении по делам несовершеннолетних. То есть регулярно в ходе рейдовых мероприятий инспекторы будут проверять данные семьи по месту жительства. А в аскизе полицейским пришлось прочесать весь поселок и его окрестности в поисках пропавшего второклассника. За помощью обратилась мама и бабушка мальчика. Он не вернулся вовремя из школы. Полицейские сразу сформировали несколько отрядов. Они патрулировали улицы, обошли дворы. Проверяли все. Котельные, канализационные люки, крыши домов, подвалы. Опрашивали знакомых и учителей знали, нет ли среди друзей мальчика трудных подростков или подозрительных взрослых. В итоге оказалось, что после школы он пошел в гости к однокласснице и сказал ее родителям, что ему разрешили переночевать в гостях. В Апокане в одном из магазинов арестованы одежды на 200 тысяч рублей. Как выяснилось, предприниматель продавал дешевые подделки под видом известной спортивной фирмы Nike. Заявление поступило от представителя компании в Москве. Товарная экспертиза подтвердила, что вещи действительно контрафактные. В числе изъятого одежда, обувь и сумки всего 255 единиц. Предприниматель заплатит штраф 20 тысяч рублей. Автолюбители Абакана не откликнулись на акцию «Автомотодонор», которая проходила сегодня на станции переливания крови. Сдать кровь пришло всего 37 человек, при этом автомобилистов среди них единицы. Доноры дали жителям республики 20 литров крови. В отделе донорства говорят, что это обычные показатели для нашего города. Среди добровольцев как новички, так и доноры со стажем. Сданную кровь специалисты направят в те больницы, где в ней особенно нуждаются. Напомним, акция «Автомотодонор» была специально организована Абаканской станцией переливания крови для авто- и мотолюбителей с целью создать дополнительный запас. Ведь очень часто в переливаниях нуждается именно пострадавший в ДТП. В результате на просьбу о помощи откликнулись простые горожане, неравнодушные к чужой беде. Теперь у наркоконтроля Хакасии есть свое знамя. Сегодня его торжественно вручили ведомству. Напомним, по указу президента у всех отделений наркополиции в стране должен быть свой символ. В Сибири Хакасия получила его первой. В каждом регионе стяг будет оригинальным. У нашей наркополиции он отличается эмблемой со снежным варсом. На торжественной церемонии вручения хакасские полицейские получили и грамоту президента. С высокой оценкой за работу. Стяг закрепили лучшие сотрудники. Конечно, чувствуется в этот момент очень большое волнение. И, конечно, гордость, что именно мне было доверено. Это почетная обязанность прикрепить знамя к древку. Сегодня в Абакане увековечили имена двух театральных деятелей. На одном из домов по проспекту Ленина закрепили две мемориальные доски с именами Анастасии Тодикова и Александра Тугужекова. Заслуженная артистка РСФСР и первый хакасский режиссер в середине 20 века работали в областном драматическом театре имени Лермонтова. Инициатором выступило Министерство культуры Хакасии. Работы велись два года. Я застал их. Они уже в силе были, работали. Я был еще совсем молодой. Поэтому, помню, мы премьеры отмечали у Анастасии Ивановны, у Тугужеков приглашал. Ну, молодых нас чай попить и поговорить, и поучить нас. И это было все, о чем мы планировали рассказать вам сегодня. Напоминаю, телефон нашей редакции 22-72-82. А еще у нас есть сайт вестидефисхакасия.рф. Заходите и присылайте нам свои новости. Мы ответим всем. Приятного вечера.